МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки Мартынова Маргарита Константиновна. Здравствуйте! Здравствуйте! Маргарита Константиновна, расскажите вначале, что такое кадастровая оценка и для чего она нужна? Государственная кадастровая оценка – это такое мероприятие, которое проводится для того, чтобы каждый объект недвижимости имел свою кадастровую стоимость. Для чего нужна кадастровая стоимость? Прежде всего, для налогообложения, потом для расчета арендной платы и для взимания госпошлины за совершение территории, тех или иных сделок, потому что граждане уже у нас и физические, и юридические лица совершают сделки, да? Госпошлина тоже взимается, исходя из кадастровой стоимости. Это мероприятие проходит на территории всей нашей страны. Конечно, в каждом субъекте проходит она в свое время, не единовременно, то есть в рамках всей страны. Иногда она проводится и на территории нескольких муниципальных образований. В соответствии с требованиями действующего законодательства проводится она не чаще, чем один раз в пять лет, но и не реже, чем один раз в три года. Для городов федерального подчинения – не чаще, чем раз в два года. А есть какие-то моменты в оценке, которым стоит уделить особое внимание? Да, конечно. Вот я вам уже сказала, что в государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о каждом объекте, который будет подлежать оценке. Так вот, собственник объектов должен позаботиться о том, чтобы максимальная информация, максимальные сведения содержались об объекте недвижимости в государственном кадастре. Потому что в перечень подлежащей оценке объектов выгружаются характеристики, которые необходимы для проведения оценки. Это кадастровый номер земельного участка или объекта недвижимости, это его вид разрешенного использования, площадь, категория земель. То есть, если земельный участок не имеет какого-либо вида из перечисленных характеристик, то он не сможет, соответственно, быть оценен. Правильно не может быть оценен. Поэтому такие объекты без наличия хотя бы одной из перечисленных характеристик, они и не выгружаются. В дальнейшем, когда идет работа оценщика с определением кадастровой стоимости, могут возникать некоторые моменты, если, например, вид разрешенного использования не уточнен. То есть, как это? Вот я объясню. Например, объект капитального строительства используется как складское помещение. В государственном кадастре недвижимости содержится наименование, характеристика такая – нежилое здание или нежилое помещение. Ну как вот по этой характеристике можно с наибольшей точностью расценить этот объект? Конечно, это будет сложно. Если бы было написано, что это гараж, что это складское помещение, что это административное здание, то и оценка была бы соответствующей. А так зачастую оценщик использует максимальное значение удельного показателя и расценивает нежилое помещение, нежилое здание, нежилое сооружение по максимальному удельному показателю. И в итоге кадастровая стоимость, конечно, получается высокая. Поэтому собственники должны позаботиться о том, какая информация об их объекте содержится в государственном кадастре недвижимости. Вообще рыночная и кадастровая стоимость, они ведь должны совпадать. Но на практике часто встречается такое, что она разнится в 2-3 раза. А можно ли как-то законными способами снизить кадастровую стоимость? Да, бывает такое. Отвечая на первый ваш вопрос, кадастровая стоимость приходит к нам заявители. То есть при управлении Росреестра Паризанской области в 2011 году создана комиссия по рассмотрению споров о кадастровой стоимости. Законодательством предусмотрен досудебный порядок рассмотрения этого вопроса и решения этого вопроса. Вот вы сказали, что в идеале кадастровая стремится к рыночной или должна равняться рыночной. Но вот в первой части я вам сказала, что кадастровая стоимость рассчитывается на период пятилетний. Правильно? А рынок у нас может варьировать как в одну, так и в другую сторону. Поэтому вот такие как бы скачки, они возможны, конечно, и отступление от рынка. Поэтому, наверное, у нас существует досудебный порядок и судебный порядок оспаривания кадастровой стоимости. Заявители могут обратиться в комиссию по двум основаниям. То есть есть два основания оспаривания в досудебном порядке кадастровой стоимости. Либо он может сам установить рыночную стоимость, либо оспорить кадастровую стоимость по недостоверности сведений, которые были использованы при определении его кадастровой стоимости. Расскажу поподробнее. То есть в первом случае заявитель сам обращается к оценщику, находит его и обращается. Реестр оценщиков размещен на сайте Росреестра. Поэтому он там может легко выбрать оценщика, созвониться с ним, договориться и выполнить эти работы. Чтобы обратиться в комиссию, заявитель подает, конечно, заявление, предоставляет нам также выписку о кадастровой стоимости, которую он будет оспаривать, рыночный отчет и нотариально заверенную копию права удостоверяющего документа. Как правило, это бывает копия свидетельств, нотариально заверенная на объект недвижимости. Члены комиссии рассматривают этот отчет. Комиссия полномочна рассматривать отчет в соответствии со статьей 11.135 закона об оценочной деятельности и на соответствие федеральным стандартам оценки. Здесь, конечно, может быть формальный подход, но у нас такие полномочия. Мы не можем рассматривать в соответствии с требованиями саму величину рыночной стоимости. Мы обязаны рассмотреть правильность оформления отчета в соблюдении всех требований. По основанию установления рыночной стоимости комиссия принимает решение либо установить кадаструю стоимость в размере рыночной, либо отклонить заявление. Это первое основание. Второе основание – это оспаривание по недостоверности сведений. Что это такое? Иногда бывает такое, что в документе, который имеет на руках заявитель, прописан один вид разрешенного использования. В государственном кадастре недвижимости содержится другой. В этом случае однозначно заявители могут обращаться в комиссию и оспаривать по недостоверности сведений. В последний год к нам очень много было обращений от садоводов. К сожалению, оценщику была предоставлена не совсем верная информация, касающаяся коммуникаций, которые имеются на земельном участке для ведения садоводства. Я скажу такое, что в основном в большей массе что у нас имеется на садоводческих участках? Электричество. Кадастровая стоимость была расценена с учетом того, что там есть газопровод, теплосети, водоподведение, водоотведение, то есть вплоть до канализации. Конечно, когда заявители к нам обращаются, мы просим предоставить документы, которые подтверждают, что таких коммуникаций у них на участке не присутствует. Довольно-таки быстро они собирают эти справки и в соответствующих учреждениях им их выдают. Проблем никаких нет. И мы в течение месяца в комиссии рассматриваем этот вопрос. Как правило, в течение двух-трех недель мы рассматриваем. Редко такое бывает, когда на месяц мы рассмотрение затягиваем. По результатам рассмотрения и по недостоверности сведений комиссия принимает решение, вот в отличие от первого, когда устанавливается рыночная стоимость, комиссия здесь принимает решение о возможности пересмотреть эту кадастровую стоимость. Приняв такое решение, мы направляем его заказчику работ, заказчик работ направляет в свою очередь исполнителю, оценщику. И он пересчитывает эту кадастровую стоимость с учетом тех сведений, тех характеристик, которые были предоставлены заявителям. И, конечно, кадастровая стоимость уменьшается в разы. Ну, заявители еще, наверное, интересуют такой вопрос. Часто такое бывает, что используют... Вот почему, как вы сказали, в два-три раза превышает, хотя вроде бы рынок вот такой. Бывает часто так, что граждане или физические, юридические лица используют участок ну, вот так, как они используют, например, складское помещение. Приходит и говорит к нам. Вот у меня сосед точно так же использует участок, как и я, или свое складское помещение. И он платит в несколько раз меньше налог, чем я. Вот начинаем выяснять. Оказывается, что у соседа, как и положено, написано под использованием как складское помещение, а у заявителя, который платит несколько раз больше налог, у него написано нежилое помещение. Вот как раз тот случай, о котором я сказала ранее. Вот. Либо другой случай. Опять же, приходит и говорит, что касается земельных участков. У меня огород и у него огород. Он в 10 раз платит меньше. Смотрим документы. Выясняется. У соседа так и написано для ведения огородничества. У заявителя написано личное подсобное хозяйство. А что такое личное подсобное хозяйство? Личное подсобное хозяйство подразумевает под собой строительство индивидуального жилого дома, хозяйственных надворных построек. Понимаете? Поэтому, конечно, он относится к другой группе видов разрешенного использования. И, соответственно, у него кадастровая стоимость в 10 раз больше. То есть, способов приведения в соответствии снижения налогов существует не только оспаривание, приведения в соответствии своего землепользования. Надо посмотреть, как ты используешь участок, как ты используешь здание, и что у тебя написано в праводостоверяющем документе. Как в дальнейшем осуществляется изменение кадастровой стоимости в кадастре недвижимости после ее оспаривания? Вот после того, как заявитель оспорил либо у нас в комиссии, либо в судебном порядке, эти сведения о кадастровой стоимости должны как-то оказаться в государственном кадастре недвижимости. Если у нас в комиссии принимается решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, то в течение пяти рабочих дней мы обязаны в соответствии с требованиями действующего законодательства направить в государственную кадастровую палату сведения о новой кадастровой стоимости. И там они уже в свои сроки, которые установлены законом, вносят эти сведения в государственную кадастровую недвижимость. Законодательством также установлено, идя навстречу заявителю, что если в течение года в любой срок он подал заявление в комиссию, то действие новой установленной кадастровой стоимости начинается с 1 января года, в котором он подал заявление. Ну и, соответственно, налог будет рассчитываться тоже с 1 января года, а не с того момента, когда было подано заявление. Вот. По недостоверности сведений, если оспорил заявитель, то здесь несколько другой порядок. После того, как заказчик обеспечил пересмотр кадастровой стоимости, он направляет нам новые сведения о кадастровой стоимости в управлении Росреестра, мы, в свою очередь, направляем органом кадастрового учета, кто занимается внесением сведений о кадастровой стоимости государственной кадастровой недвижимости. И уже пересмотренную кадастровую стоимость оценщикам кадастровая палата вносит в сведения. Маргарита Константиновна, спасибо, что прояснили нам вопросы кадастровой оценки, спасибо, что стали нашим гостем. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова